Продолжение следует... Так, бывший член мафии рассказал о коррупции в мэрии, главный врач больницы Сент-Джона обвинен в клевете, мэр отказался от услуг пресс-секретаря ехать на работу. О, да даже никто не отпрашивается. Ну прикольно, молодцы. Хвалю. Так, каталог. Что там у нас? Новые песенки появились. Ладно. Это мы включать не будем. Погнали работать. Так, полицейская академия. Берс младший завалил экзамены и опозорил значок полицейского. Ты что, охренел, скотина? Джек, ты поклялась служить городу. Если ты не выполняешь свои обещания, мы не будем выполнять свои. А что, мне мужиков надо было увольнять? Поступил новый вызов. Ваша доля. Друзья продали кокаин. Так, ну отдать половину. Так, новый вызов. Изнасилование. Пекарня. Два бомжа пробрались ночью в магазин выпечки, съели все запасы и уснули внутри. Утром хозяин заведения Грегори Мартинес вместе с кассиром Анной Лукас зашли внутрь и стали осматривать повреждения. Бездомные вооруженные ножами не обрадовались гостям и напали на них. Хозяин лавки успел сбежать, а вот девушка осталась внутри с бомжами, которые тут же начали срывать с нее одежду. Так. Ты, ты. Ну и давай ты. Вперед. Так, что у нас с проследованием? Детективы. Так. Двое сегодня. А, подожди, этот ведущий. Ясно. А здесь? Так, и эти двое. Ага. Вот этот, значит. Подожди, так это дома или что? Непонятно. Ну ладно, вот этот. Но он, правда, слабенький. Ладно. Может, не найдет кадры. Так, Кристофер Сэнд. После инцидента с лошадьми мы тайно перевезли к гостям мистера Сэнда в отель и выставили охрану снаружи. Но внезапно из номера послышались крики. Кажется, в ванной течет вода. Мы уже ломаем двери, но присутствие полиции не помешало бы. Так. Так, давай, ты вперед. Задание выполнено. Так. Преступник пойман, офицеры невредимы, гражданские невредимы. Все, шикарно, шикарно. А может, вот этого... Так, давай его. Полицейская академия. Так, вот ты. Ага. Так, а может, вот этого еще? Детектива? Давай, тоже. Пускай прокачается. Поступил новый вызов. О, далековато. Так, драка, кафе, блиц. Дальнобойщики поспорили и за место на парковке возле закусочной и сцепились друг к другу. Повар попытался их разнять, но попал под руку и теперь лежит на земле без движения. Так, ну, двоих, я думаю, хватит. Так, больница Сент-Джона, кража. А у меня нету. А кого мы можем снять? Подожди, подожди, подожди. Где эти дела? Полицейский участок. Сегодня у нас смена Б. Мол, Армстронг и Карсон. Кого мы пошлем? Надо кого-то снимать. Так. Расследование. Детективы. А где у нас? Детектив. Вот этого надо снять, получается. И его как раз вот сюда вот отправить, да? Давай. Задание выполнено. Так, драка. Преступник пойман, офицеры невредимы. Вот шикарно, шикарно. Так, а что у нас там два дня еще? Ясно. Ну что ж, будем ждать тогда. Так, здесь у нас что, Джек? Вся моя смена дружно заболела, а я не смогла пока найти подмену. Прошу, выдели мне пару своих ребят, они будут жарить пончики, это несложно. Я им все покажу и буду на кассе. Мое заведение едва сводит концы как раз с концами. Так что я не могу позволить себе даже один день простоя. Так, ну отправляем супер поваров, давай, все. Расследование началось. Давай, найдешь кадры, потом будем уже смотреть. Мистер Бойт, стоять у плиты – адский труд, а увернуться от брызг кипящего масла не легче, чем уклониться от пули. Хорошо, что миссис Марбан пообещала кормить нас пончиками на шару до конца года. Ну вот, видите. А она мне за это бабки-то дала? Ребята, помогающие нам с поставками оружия, говорят, что к ним в дом во время игры в покер ворвались панки. Наши парни могут за себя постоять, но ситуация, кажется, патовая. Они там направили друг на друга оружие и ждут, кто первый сломается. Пара полицейских смогли бы переменить ситуацию в нашу пользу. Ну давай. Две девчульки. Поступил новый вызов. Публичное совершение непристойного действия. Кинотеатр. Last Picture Show. Во время сеанса боевика законопослушный Макс-3 работник кинотеатра застал одного из зрителей без штанов. Вел он себя крайне неадекватно, а на замечание сотрудника отреагировал угрозами перерезать глотку всему залу. Серьезное обвинение. Так, вот эти у нас сегодня вообще никуда не ездили. Ну, видишь, мало этих какого. Я стараюсь качать, чтобы все примерно одинаковые были. Офицеры ждут дальнейших распоряжений. Так, в зале кинотеатра немноголюдно. Фильм в самом разгаре. Аккуратно подойти к мужчине, бросить на нарушителя чем-то тяжелым, включить свет и наставить на нарушителя оружия. Все прям. Преступник пойман, офицер невредимый, гражданский невредимый. Все шикардо. Поступил новый вызов. Так, вандализм пригорода. Мужчина, отказавшийся раскрывать свое имя, сообщил, что группа подростков в очередной раз написала на его гараже оскорбительную двухметровую рифму к его имени. Мужчина рассержен и грозится в следующий раз применить оружие. Так, вот. Наконец-то вы вдвоем. Может, колесара тоже отправить, чтобы там 200 с лишним у него было. Давай, наверное, так и сделаем. Так, колесар, колесар, давай ты принять. Все, давай, вперед. Так, кража. Давай смотреть. Симон Радригес, фармацевт. Я ушла на обед в 13.00 и буквально пару минут спустя вырубился свет. Я захлопнула за собой дверь, а на выходе врезалась в тележку уборщика, которая стояла в коридоре. Я думаю, что это дело рук студента Аарона Джонса. Я не раз наблюдал, как он приходил на практику какой-то заторможенный с красными глазами и всюду зачем-то таскал свой огромный рюкзак. Мне не приходило в голову, что он может быть под кайфом. Когда свет вырубился, я был в туалете. Единственное, что я видел, пока сидел на унитазе, в туалет зашел уборщик со своей тележкой и что-то утрамбовал в мусорном ведре. Потом свет зажегся и я пошел в кабинет главврача за подписью. Ну и вот, не было на месте. Так, ну кадров маловато. В любом случае. Давай посмотрим здесь. Так, открыть расследование. Ну я думаю, что это охранник вот тут вот, потому что... Вот этот кадр вообще нет. Потому что осколки были снаружи. Это моя прошлая серия. Кому интересно, там, почитайте. Посмотрите предыдущую серию. Потому что вы не поймете. Подожди. Или нет? В любом случае, у нас 4 только кадра. 4 того и 5 вот этого. Ладно. Так, подожди, стой. Преступник пойман, офицеры невредимы. Все, красавчики. Так, новый кадр. Так, ну там, кстати, на шлеме было пятно. А, вон что. Оказывается, можно было еще и в простой серии это все. Так. А он дома. Ладно, хорошо, завтра. Завтра все сделаем. Завтра его поймаем. Не дай бог он не выйдет на смену. Так, завершить день. Центр 12 в Арге 5. Продолжить. День 19. Мэр попросил прокуратуру проверить высказывание Робеспьера на экстремизм. Робеспьер, я весьма богат, но глубоко несчастен. Обучение в университете Фрибурга станет дешевле. Поехали на работу. Сегодня суд примет решение по поводу опеки над моими детьми. Они плачут и боятся, что им не разрешают жить со мной. Я должен попасть на это слушание. Дадите мне отгул. Да, ради такого дам. Я слишком уставаю, держусь на ногах. Могу я пойти домой? Да ты задолбал, дедушь, дедуля. Я тебя... Я тебя уволю. Да. Иди. Так. А у меня здесь только два детектива, да? Мне нужен слот для детектива. Так. В смысле он в академии, блядь? Ты охерел, что ли? Так, ладно, нужно... Так. Вот так вот. Давай попробуем так. Безведущий детектив шанс на успех понижается. Вы действительно хотите отправить копов одних? Давай попробуем. А что нам делать? Так, зарплата. Вот ваше недельное жалование. Мэри надеется, что вы не разочарованы. Так. Угроза взрыва. Собор Сент-Джона. В участок пришел лесоруб Фрэнк Гришин и заявил, что заложил бомбу в соборе. Он обещает взорвать здание со всеми посетителями, если полиция не арестует священника. Убедившего его уже покойную жену отказаться от лечения в больнице и обратиться за помощью к Богу. Так. Берч, ты... Ты... А все, короче, езжайте. Полицейская академия. Так. Джоша Смит завалил экзамены. Я подруг. Да вы что, охренели, что ли? Ну. Я на вас деньги перси с блеском сдал все экзамены и заработал пошли. Ну, красавчик же есть, ну. Японский бизнесмен, иный, которого мы вынуждены охранить в тайне, скоро прибудет во Фрибург. Город надеется подписать с ним очень крупный контракт. Как гость он посетит многие городские учреждения, в том числе полицейские участки. Его везли назначен на 5 августа. Убедит, что в этот день его встретят как минимум трое копов азиатов. Так. Пятая. Так, ну мне тогда... Так, мафия, ваша доля. Каин. Половину сотрудникам. Не будем жадничать. Так, подожди. 5 августа. А какой у нас сегодня день недели-то? Где посмотреть? День 19. Персонал. Так, а у меня... А вот азиат. Азиатка. Мне, короче, двух азиатов еще надо. Вот это не пойму. Асана. Вроде тоже азиатка, да? Непонятно. Ладно, короче, нам, мэрия, один день. Ясно. Завтра будем запрашивать. Так, порчи имущество. Преступник пойман. Ну, красавчики. Все. Вы поймали всех подозреваемых. Так, сейчас, не то. А, стоп. Ну, подожди, давай тогда. Кадры. Не то, не то, не то. Подожди. Вот это вот. Снова открыть дело. Ты. Вперед. Так, в соборе полно посетителей. Настоятельно начать эвакуацию. Бросить все силы на поиск бомбы. Объявить, что в задании бомбы. И приказать всем немедленно выметаться. Вот так вот. Под скамейку алтары нашли самодельное взрывное устройство. Перерезать все провода. Отсоединение патарейка. Убедиться, что все покинули собор. Задание выполнено. Ну, слава богу. Так, расследование. Тебе сюда нужен. Коума. И ты. А тебе? А тебе тогда остальные. Вот этого и вот этого. Все. Вперед. Так. Полицейская академия. Давай. Опять перч. Вперед. Полицейская академия. Робинс. Вперед. Кстати, а где у нас перси-то? А куда он делся? А-а-а. А они не выходят. Они не выходят на следующий день. Они типа как в академии. Ёб твою мать. Так, давай ты. Шеф, тут какой-то мужик в лохмотье. Хочет пройти в полицейский участок. Говорит, что он тибетский монах, который хочет поговорить с копами о природе насилия. Впустить его? Допустим. Может, он нам чем-то поможет. И что? И кто это? Поговорил. Так, из соображений безопасности мы решили сменить всю прислугу на ранчо. Мы наняли 8 новых горничных из соседнего города. Но автобус, на котором мы их перевозили, их перехватили панки-варги. Нужно показать им, что даже с нашими горничными нельзя шутить. Перч, Роббинс, вперед. Задание выполнено. Так. Преступник пойман, офицер не вредим. Красавчик, красавчик. О, смотри, он уже теперь у меня самый первый. Так, здесь у нас хоккейная команда, принадлежащая мистеру Сенду, тренируется перед важным матчем. Ледовая арена закрыта в часы тренировок. Но директор стадиона сообщил, что какие-то люди в странной одежде ворвались в здание и прорываются к трибунам. Вперед. А, вот, кстати, 2 августа. Вот, я только нашел. А у меня 5 августа. Как раз это получается смена Б. Мне в смену Б еще одного азиата нужно. А самоди не азиат? Чуть не пойму. Поступил новый вызов. А спецназ там азиаты есть? Нападение пригород. Немного безумный женский голос прорвал в трубку. Божечки, эта тварь сейчас убьет мою деточку. Присылайте всех ваших людей. Звонок оборвался. Блин, это опять, ну, опять, наверное, это самое. Ложный вызов. Так, ну сегодня у меня вроде все работали, да? Смотри, собака улыбака, смотри, какой. Задание выполнено. Так, нападение. Кошка пожилой женщины подралась с соседской собакой. Пес убежал домой, когда на помощь кошке из дома выскочило еще 4 кота. Вот так вот, коты, короче, собаку отхерачили. Поступил новый вызов. Давай посмотрим. Покушение на убийство. Мост. Девушка только что проезжала по мосту на своем кабриолете. Увидела, как двое громил взяли за ноги тущего парня и свесили его с перил моста. Парень громко кричит. Так. Давайте втроем. Я думаю, справитесь. Так, кража. Так, ну, пока, пока... Тут вообще ничего не сходится. 5 кадров, 2 разных персонажа. Ладно. Так, кража. Давай попробуем так, когда вот это сюда кинул. Залез. И вот так. Нет? Не оно? Не оно? Не оно? Не оно? Ладно. Ждем тогда еще. Задание выполнено. Ну, красавчики же есть. Все, всем по 10. Репутации. Так, если мы 2 августа... 3 августа у нас, получается, если сейчас одобрят... Так, СНД-14, ВАРГИ-7. Погнали дальше. Так, день 20-й. 3 августа. Строительство новой школы вновь отложено. Новый федеральный закон позволит преступникам легче отмывать деньги. Во Фрибурге пройдет выставка детских рисунков. Поехали на работу. Я всю ночь читал захватывающий детективный роман под названием «Последнее искушение Нептуна». Но не успел добраться до концовки. Я почти уверен, что убийца миссис Клеменс. Но я не успокоюсь, пока не узнаю наверняка. Можно я поеду домой, дочитаю книгу? Ты что, ебубо что ли? Нет, конечно. Городские власти хотят снести мой дом из-за какой-то бюрократической ошибки. Если я сегодня же не улаживаю этот вопрос, нам с семьей негде будут жить. Могу я взять отгул? Конечно, ты же супер... будущий суперполицейский. Так, а, это стукачок у нас. Бойт. Есть новости, Джек. Ничего, что я звоню на работу. Нет, нет, что вы? Вы нашли ее? Нашла. Ну, ничего шокирующего. Она живет со страховым агентом из пригорода. Тридцать один год, недавно разведен, у него еще такая смешная машина, знаешь, как в том фильме. Вы говорили с ней? Да, мы говорили. Вернее, я говорила, а она в основном плакала. Боже, так сильно она в последний раз рыдала в старшей школе, когда ее бросил тот парень из ресторана. Как же его... Так что, Лора, она вернется? Конечно, она вернется. Просто ей нужно время. Время? Она не натрахалась с этим страховым агентом? Или что? Джек, мы говорим о моей дочери. Да, да, я знаю. Просто... Я... Я хочу сказать, что он... Но я просто хочу, чтобы она вернулась поскорее. Не волнуйся, я все устрою. Нужно немного потерпеть. Я знаю, что это тяжело для тебя. Но тебе просто нужно быть терпеливым. Жди моего звонка. Снова ждать звонка, да? Я понял. Знаете, миссис Марком, я понимаю, что для вас ситуация тоже непростая. И я благодарен вам. Звоните в любое время. Джек? Да? Тебе нужны деньги? Прошу прощения. Ну, знаешь, в газетах пишут о твоей отставке, что у вас лоры с деньгами было не очень. И я подумала, может... Господи Боже. Джек? Джек? Так, давай работать. Григорий поздно оказался членом банды под названием Колеса Империи. Он может помочь вам уничтожить банду, если вы сделаете его своим информатором. Конечно, конечно. А это кто? Антон Третьяков. Короче, русская мафия, да? Подожди, у меня детективов нету. Так, мэрия, давай. Слот для офицера, слот для детектива, спецназ, прибавка. Отправить. Стукач. Издрозанное тело Джошуа Смита обнаружено в канализации. Похоже, убийство совершили несколько человек. И они были особенно жестокие и изобретательные. А-а-а, это нашего стукача зарезали. Гей Кастел с блеском сдал все экзамены и заработал повышение. Ну вот, молодец. Мозер с блеском сдал все экзамены и заработал повышение. Красавчик. С блеском сдал все экзамены и заработал повышение. Ну-ну-ну. Так, 50% подчинённым. Так, нарушение общественного порядка. Игровая площадка. Молодая мама сообщила, что на детскую площадку прибежал пожилой мужчина в лохмоте, забрался на горку и начал орать. Вселенная состоит из страданий и ненависти. Она прикончит каждого из вас. Мама возмущена. Приезжает немедленно, он пугает наших детей. Так, стукача, короче, нанимать такой себе. Сейчас. Кто у меня сегодня смена Б? Смена Б. Смена Б. Значит, Мол, Армстронг и Карсен. Карсен у него своё расследование. Мол и Армстронг. А вот из них нужно освободить. Так, Армстронга, давай. Тоже будем его качать. Умол там... Вроде неплохая. Да, 570. Вот. Армстронг, ты идёшь. Давай, едешь. Блин, ну как так, а? А, зато, кстати, кстати, подожди. Зато вместо него теперь мы можем найти... Так, персонал, биржа труда. Во, азиат. И вот азиат. Отлично. Нам как раз в эту смену, да? Блин, а я просто вот это не пойму, она азиатка или кто? Ладно. Будем посмотреть, как говорится. Так, а что у нас здесь? Преступник пойман. Офицеры невредимы. Щу, красавцы. Вот это, ну, вроде на азиатку, да, похоже? Так, вооружённое ограбление. Расследование началось. Поступил новый вызов. Новый вызов, поехали. Угроза взрыва. Где-то поступило анонимное сообщение в подвале заброшенного дома. Какие-то больные ублюдки делают пластиковую взрывчатку и раздают её детям вместе с игрушками. Так, давай. Втроём. Теперь я самых-самых таких плохеньких отправляю. Вот, потому что, в принципе, они нормальные. Там же, как говорят, так, заместитель директора Марк Риви. Джек, у нас недавно выпустился очередной курс детективов. Теперь парни будут проходить практику в разных полицейских департаментах страны. Есть двое толковых ребят. Они были лучшими на курсе. Я не хочу, чтобы они проходили практику у кого-нибудь самодовольного придурка, который погубит их таланты. Пусть они недельку поработают у тебя, ладно? Готов поспорить, тебе не хватает рабочих рук. Конечно, конечно, пускай. А где они есть? Я думал, сразу появятся. Где студенты-практиканты? Ситуация казалась куда серьезнее, чем мы думали. Запрашиваем подкрепление. Так. Давай. Двоих, я думаю, хватит. Ну, двоих-то мне надо оставить. Давайте-давайте уже. Поступил новый вызов. Так, нападение дорога. Две фуры столкнулись на загородной трассе возле леса. Полицию вызвал мотоциклист, который проезжал мимо. Он сообщил, что одна из фур перевернулась на бок и загорелась. Но водитель успел выскочить. Он схватил какую-то палку с обочины, поджег ее. И теперь угрожает другому водителю, который заперся в кабине своей фуры. Так, Котти Требор, давайте вперед. Задание выполнено. Задание выполнено. Преступник пойман, офицеры невредимы, гражданские невредимы. Так. Взрывчатка. Попросить мафию продать. Нам полляма надо заработать вообще-то. А у нас всего лишь 180 дней. Так, жена одного молодого банкира, недавно помогавшего нам провести крупную сделку, в слезах позвонила нашим ребятам и сказала, что ее мужу заволокли в гараж какие-то странные люди. Кажется, они связали его и собираются поджечь. Это точно дело рук варки. Так, у меня нету сотрудников. Сейчас, подожди, приедут. Так, ты. Фонтенот. Водитель размахивает горячей палкой, словно факел. Он не бьет лобовой стекло фуры, где спрятался другой водитель. Потушить палку из огнетушителя, набросить на водитель, достать дубинку и предложить водителю пофехтовать. Давай с огнетушителя. Не, можно, конечно, поприкалываться. Это как-то. Можно и поприкалываться. Поступил новый вызов. Новый вызов. Так, вооруженное ограбление. Ломбард. Ломбард ворвался мужчина с автоматом и потребовал сложить все деньги и ценности в мешок. Так, трое. И спецназ. Вперед. Так, Кристофер Сент. Помощники мистера Сента должны через пару часов встретиться с несколькими нашими важными партнерами, чтобы решить, как вместе дать отпор в арге. Встреча должна пройти у леса за чертой города, но наши разведчики донесли, что там уже собралась группа панков. Наверняка они не ждут, что в такой глуши могут встретиться полицию. Задание выполнено. Задание выполнено. Преступник поином, офицера не вредим. Так, о, драгоценности. Просить мафию править. Да все, мафия будет продавать. Так, вооруженное ограбление. Кадров три. Маловато будет. Кража. Так, а здесь у нас уже третий подозреваемый, да? Тогда я не знаю. Ладно, если там больше не будет как бы ничего, тогда уже будем смотреть. А сейчас пока... Что-то трое. Много слишком кадров. Еще пять снимков там должно быть. Пока непонятно. Так, завершить день. Центр 16 в арге 7. Побеждаем, побеждаем. Да, вот так мафии помогать. Так, объявить мертвым. Ну, конечно, конечно. А, так у меня вот два детектива, да? Эти как вот студенты. Так, деньги, выделенные на реконструкцию стадиона, исчезли. Эпидемия гриппа во Флейбурге. Бездомный выиграл 20 миллионов в лотерею. Поехали на работу. Так, Бизли и Хатчессон не пришли на работу. По слухам, они собрались в Тибет. Мне нужно обучиться в автосервис. Отпустите? Нет. Завтра съездят. Завтра в выходной. Так, полицейская академия. Сдал экзамены. Красавчик. Сдал экзамены. Красавчик. Сдал экзамены. Красавелла же есть. Так, бизнесмен прибудет завтра. Надеемся, у вас все готово. Да, сейчас все будет. Подожди. Так, ограбление. Склад в порту. На одном из складских помещений в порту сработала сигнализация. Охранник, приписанный к участку, не выходит на связь. Но заведующий складом уточнил, что такое с ним случается часто. Так как по ночам там работает старый дед, который регулярно выпивает и засыпает на рабочем месте. В помещении, где сработала сигнализация, сохранится замороженная рыба. И... Что мне это дает замороженная рыба? Ну давай, дед. Ты в прошлый раз... А, там одного сотрудника. Подожди, тогда не ты поешь. Вот, дед. В прошлый раз он проебывался. Так, улучшение спецназа. Теперь вы можете улучшить свой спецназ. Эффективность или заставить работать три раза в день. Давай, три раза в день. Ага. Так, мэрия. Слот для офицера. Есть. Так, нам надо азиата, блядь. Блядь, вчера же были азиаты. Да вы чё? А где я теперь охватил? Да вы чё, блин? А вчера у меня не было, значит, места, блядь. А это какого... Ну как так, а? Чё за мисс Марпл? Ну как так, а? Так. Мину Б. И тебя. Смена Б, чтоб сразу завтра вышел. Блин, ну я не знаю, как. Так, и... Детек... А, стоп, ещё одна офицера нам можно. Давай ты. Смену А. Так, детектив. 110. Конец тебя. Чё у нас, подожди. Смена А. Там это студенты, но они там на пару дней. Давай ты в смену... Ай, да похер, пойдёшь в Б. Так, теперь вы зарабатываете больше. Так, слоты для детектива. Это мы уже... Мы уже... А, стоп. Серьёзно. Вот эту я не хочу нанимать. Не-не-не, бабуля идёт нахер. Так, люди варги вооружились, огнемётами выжигают дотла аллею, заложенную в честь мистера Сэнта. Это уже точно работает для полиции. Так, Кэндл, давай вперёд. Так, давай. Чё у нас здесь? Можем, значит... Вот этого нужно нанять, да? Вот этого. А тебе? А тебе вот этих двоих. Всё? Задание выполнено. Ага, так. Сигнализация работала из-за голубей, а пьяный охранник спит в обнимку с проституткой. Хороший охранник. Так, заместитель. Полицейская академия. Давай костил. Давай вперёд. Будут у нас все опытные сотрудники. Блин, я бабок трачу вообще прям. Поступил новый вызов. Новый вызов, да, посмотрим. Изнасилование гетто. Пошлой мужчина выгуливал свою собаку перед сном и стал свидетелем того, как мужчина и женщина зашли в тёмный переулок, после чего женщина закричала. Помогите, меня пытаются изнасиловать. Так, ты, ты и ты. Вперёд. Я не пойму, он это какого? Поступил новый вызов. Так, закрываю окно. На ночь пожилая женщина заметила, как на другой стороне улицы два подростка разбили боковое стекло автомобиля и уселись внутрь. Так, самоди, вандал, давайте, это работает для вас. Расследование. Так, кто у нас свободен? Эти дома. Ясно. Сегодня. Так, ты. Я тебя освобождаю. Освобождаю. Давай сюда. А, блядь, я не прочитал. Раненый мужчина лежит без сознания, у женщины порвано платье. Женщина прибывает в состоянии шок и прячется саду за спиной. Давай успокоимся, выпьем кофе в участке. Не волнуйся, ты не виновата, у нас есть свидетель. Направить на женщину пистолет и приказать поднять руки. Вот это свидетель. Задание выполнено. Так, гражданские невредимые, всё, хуру, щё. Блин, у меня вот это вот, как бы, блин. Завтра смена Б. Вот, раз, два азиатка. И больше, как бы, нету. Вообще, какой-то косой, да? Ну, у меня больше нету азиатов. Вот это, кстати, Кэндалл, случайно, не азиат. Сегодня во Фрибурге состоится концерт поп-усполнителя Дженара Креспа. Мы пообещали организаторам помочь с охраной. Пожалуйста, пришлите лучших людей. А у меня всего лишь двое. Хватит двоих? Не хватит. Это мэрия. Сейчас они мне опять скажут. Ну, ты не выполняешь свои обещания, мы не будем выполнять свои. Так. Расследование началось. Потом прочитаем. Вот это случайно Кэндалл не азиат. Может, его на завтра тогда перекинут. Вроде похож, да? Во время ужина в честь помолвки одного из молодых членов нашей семьи гости нашли мощную бомбу прямо под праздничным столом. Наши специалисты уже обезвредили ее. Но было бы неплохо, если бы полиция завершила... Заверила перепугавшихся гостей, что ситуация под контролем. Так, ты... Давай. Наверное, вот, все-таки Кэндалл. Кэндаллу скажу, пускай завтра выходит. Ну, похож на азиата. Поступил новый вызов. Новый вызов. Нападение. Овощная лавка. Две женщины и мужчины напали на двух чернокожих и колотят их ботинками прямо на улице. Продавец местной лавки крикнул хулиганам, что вызовет полицию, и мужчина убежал. Но женщина продолжает яростно колотить чернокожих. Раз, два, три. Вперед. Да, а мэрия, кстати, вот так вот... Подъебывает прям. Просто ни с того, ни с сего. Не как задание обычное появляется, а там либо да, либо отказаться. Задание выполнено. Так, нападение. Преступник пойман, офицеры невредимы. Все, красавчики. Так, заместитель, подожди. А, те, которые не вышли. Ну, ладно, ладно. Так, ограбление. Так, ну, кадров пока маловато. Гража. Новых кадров не найдено. Ладно. Ладно. Ну, там что-то не сходится. Мне кажется, кстати, это все-таки охранник. Так, все, давай заканчивать. Во. Завершить день. Цены 18, варги 8. Ну, шикарно-шикарно. Продолжить. Дедуля опять устал. Так, Кэндл. Приказать работу завтра. Ну, мне кажется, ну, он, мне кажется, азиат. День 22. 5 августа. Так, уборщик найден мертвым после давки на школьном, на школь, после давки на школьной дискотеке. Бомж-миллионер пожертвовал все деньги церкви в гей-клуб. В гей-клуб пускают несовершеннолетних. Ехать на работу. Отец снова напился и сбил маму. В этот раз, кажется, дела совсем плохие. Так что мне хотелось бы съездить к ним. Можно мне выходной? Так. Перси, я тебя хвалил, хвалил, а ты вон, ты делаешь. Ладно, иди. Так, одна лычка. Одна лычка. Ну вот, давай, Янси, пускай у нас. 375. Красавчик, красавчик. Ну, а что нет-то? Так, полицейская академия. Берд завалил все экзамены. Да ты... Я тебя уволю, надо-то. Робин завалил экзамены. Да вы что прикалываетесь, ну? Жек, ты поглядешь служить городу. Если ты не выполняешь свои обещания, мы не будем выполнять свои... Сука, он не азиат. Ваша доля 9000. Поделиться с подчиненными, конечно. Так, биржа труда. Ну, опять это мисс Марпл. Мисс Марпл я не хочу брать. Чего? Подожди, а как у меня сразу три слота освободилась? Не понял. Так мне что, получается, студентов этих дали вместо моих, что ли? Так, что ли, получается? Ни хрена себе. Так, это дома. Вот это что такое? Что это значит? Крестик. Давай сюда. Так, а они двое. Я не пойму, кто у нас сегодня работает вообще? Подожди. Смена Б. Смена Б. Четыре детектива. Вот каждого нужно... Так, Мол, Армстерн, Карсен и Сэнс Ром. Мол, Армстерн, Карсен. Так, Мол здесь. Ее мы снимаем. Ставим вот сюда. Здесь Карсен, он сегодня на смене. Армстерн, он сегодня на смене. И этот... Как тебя там? Клоуман, нет. Подожди, а кто у нас там на смене? Смена Б. Сэнс Ром. Поступил новый вызов. Да щас, погоди ты. Так, порча имущества. Общежитие Чайна Тауна. Студентка сообщила, что видела, как во двор общежития подъехал грузовичок. Оттуда вышел толстый мужчина, достал из кузова бензопилу и начал спиливать скамейки. Его пытались остановить другие студенты, но мужчина пригрозил им бензопилу и сказал, Я вас по-хорошему попросил не шуметь здесь по ночам. А теперь посмотрим, где вы будете отсиживать свои желтые задницы. Так, фрейзер, сирк, бёрд, вперёд. Так, вот этот. Вот она, значит, её снимаем. И вот сюда вот ставим. Вот так. Всё. По идее, все должны, то есть, работать и та смена должна искать, и эта смена. Вроде как правильно расставил. На каждое расследование по одному человеку. По одному детективу. Так, ситуация оказалась куда-то серьёзнее, чем мы думали. Запрашиваем подкрепление. Так, раз, два, вперёд. Поступил новый вызов. Нападение с применением огнестрельного оружия. Юридическая контора Джонсон, Юрген и Кац. Поступил звонок от секретарши адвокатской фирмы Джонсон, Юрген и Кац. Она сообщила, что женщина в дорогой шубе и на высоких колбаках вошла в кабинет, где её ждали старшие партнёры фирмы. И попросила секретаршу не беспокоить их. В колледж кабинета раздались выстрелы. Так, ну, чувачок с другой смены. Придётся работать, чё. Задание выполнено. Так. Приступных пойман. Офицеры невредимы. Всё, все красавцы. Всем спасибо. Панки устроили погром в доме членов нашей семьи. Похоже, они ищут что-то, но точно не деньги. Возможно, записную книжку с важными контактами. Не хочет устраивать кровавую казнь прямо в доме. Так же давайте для начала арестуем этих мразей. Давайте. У нас внештатная ситуация. Дверь в кабинет закрыта. Слышны мужские крики, выстрелы, звон стекла и грохот. Выбить дверь, взять ключи от кабинета у секретарши. Выстрелить в замок. Выстрелить в замок. На полу в луже крови лежит лысый мужчина в костюме. Женщина в шубе стоит на столе и целится в двух мужчин, которые спрятались за опрокинутым шкафами и книгами. Наброситься на женщину. Брось оружие. Сейчас же выстрелить в ножку стола. Давай вот так. Задание выполнено. Всё. Так, тут у нас что? Уважаемый мистер Бойт, у телеграммы правосудия для всех, у телепрограммы правосудия для всех, на которой я работаю в последний месяц, сильно упали рейтинги. И опросы подскажут, что наших зрителей просто перестали считать правдоподобными наши постановочные судебные слушания. Мы сейчас снимаем новый сезон, для одного выпуска нам нужен самый настоящий полицейский, который изобразит копа-извращенца, который задерживал молодых девушек и носил их в своей машине. У нас очень большой бюджет, но думаю, что мы сможем наскрести... У нас не очень большой бюджет, но мы сможем наскрести для вас пару тысяч. А для копа участие в телешоу будет награда, его покажут по телевизору на весь город. Так, чё, мужика надо отправлять? Ай, да похер, баба-насильница, о, вообще, шикарно, да? Поступил новый вызов. Угроза взрыва. Банк Фрибурга. Поступил звонок из отделения банка в центре города. Туда вошел мужчина, обвязанный взрывчаткой. Он угрожает подорвать себя и всех вокруг, если к нему в течение часа не допустит прессу и телевидение. Мужчина утверждает, что банк отнял у него дом за долги по кредиту, которого он не брал. Давай, трое, спецназ, вперед. Чё, мы зря спецназ, что-нибудь, прокачали? Так, пошел ты нахуй, бой, то вместе со своими ебанутыми поручениями я увольняюсь. Скатертью дорожка. Задание выполнено. А, крестик это, короче, уволились. Я понял, понял. Блин, а я еще хотел, думал, Требор может отправить. Слава богу, не отправил. Так, биржа труда. Молодые. О, вот детектив, кстати. Кстати, детектив. А чё у нас, получается, в смене А нету, да? Во. Нанять смену А. Это молодой вообще прям... Какой-то сопляк. Ладно, давай, смену А. Будет место еще для двух детективов. Так, тут у нас чё? Наша семья оказывает услугу одному городскому чиновнику, взявшись за транспортировку кое-каких ценных предметов. Завтра груз должен уплыть на пароходе. Ну, похоже, панки хотят утопить контейнер. Наш человек в порту говорит, что они подкупили охрану. Жаль, что они не додумались подкупить полицию. Так, ты и ты. Давайте вперед, ребятки. Бля, какая сука, блядь. Увольняюсь, ебать, не нравится. Да не нравится, иди нахуй вообще, блядь. Кто тебя держит, блядь? Правильно? Поступил новый вызов. Так, порча имущества. Мебельный магазин Миссис Софа. Менеджер магазина сообщил, что к ним ворвался какой-то длинноволосый старик с большим ножом. Он спарывает обшивку наших диванов и орет, где мои деньги? Готовьте смирительную рубашку, по-моему, он больной. А мы пока в подсобке прячемся. Так, раз, два, три. Вперед. Так, ограбление. Так, вот теперь можно... Накануне вечером я последний уходил из аптеки, все проверил, закрыл за собой дверь и поехал домой. Это было в девять с мелочью. Так как ровно в половину десятого я уже был на остановке, это я точно помню. Утром я пришел на работу, первым увидел разбитое окно и вызвал полицию. Да, я всю ночь проторсал возле аптеки, но мало что помню. Один мужик со словами «выпей сегодня за моё здоровье» бросил мне в шапку щедрые 50 баксов. И я немного отпраздновал, после этого я сразу же побежал в магазин, а дальше едва что помню. Проснулся утром, а здесь копа броет. Лицо дарительно не запомнил, меня больше полтинник интересовал. Помню только, что у него под курткой что-то светлое торчало, типа как халат доктора. Джеймс приехал домой на 2 часа позже обычно, но в этом нет ничего удивительного. Торковая отказалась оплачивать необходимое ему лечение, а денег у нас нет. Так что он всё время старается найти какие-нибудь подработки, но ничего мне об этом не рассказывает. Он готов браться даже за самую трудную и опасную работу. Вчера, например, когда он переодевался из одежды, посыпались какие-то камешки или осколки. Даже боюсь представить, что это за адская работа досталась ему в этот раз. Понятное дело, аптекарь. Эти чёртовы бомжи, которые постоянно ошиваются возле моей аптеки, совсем охренели. Это явно кто-то из них отважился на грабёж. Вот посмотрите на этого. Да, он на ногах едва держится. Откуда он взял деньги на выпивку? За все месяцы я ни разу не видел, чтобы ему хоть кто-то цент просил. Украдено лекарство. Дипразилокапс. Очень дорогое, но кайфа от него не получить. Так что я сомневаюсь, что на чёрном рынке им заинтересуются. Не думаю, что его украли для перепродажи. Так, ну... Вот он, крал. Типа... Ну, здесь только один кадр верный. Так, вооружённое ограбление. Драгоценности перевозили в фургоне чёрного цвета. На боку фургона логотип охранного агентства Diamonds Protection. Охранник был один вооружённый пистолет. Байкеров было трое. Они вооружены пистолетами и пулемётами. Антон Третьяков и его сообщники ехали на байках в камуфляжной расцветке. Во время ограбления мим проехало несколько машин. Водители этих машин сообщили, что сначала один из байкеров выскочил на встречную и ехал прямо в лобовую на фургон, словно безумец или самоубийца. Фургон попытался избежать столкновения, вылетел за дороги и перевернулся. Грабители забрали из него всё ценное и собирались уезжать, когда из кабины фургона вылез окровавленный охранник и начал по ним стрелять. Байкеры открыли ответный огонь из всех стволов и уехали. Фургон. Вот это вот что такое? Это он, короче, открыл огонь, типа, да? Вот так. Ну, всё равно кадра не хватает, да? Если только так. Ну, нет. Значит, нет. Кража новых кадров не найдена. Здесь вот два кадра. Либо этот ворует, либо этот. Ну, а при чём тогда вот этот? Пока непонятно. Новых кадров не найдено. Ясно. Задание выполнено. Подкладки одного из диванов действительно была спрятана пачка купюр. Попросить мафию продать деньги. Звучит супер. Давай попросим. Продам рубли за рубли. Так. Завершить день. СНГ-20 в Варге 9. Завершить. День 23. Но его мы увидим в следующей серии. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. На сегодня у меня всё. Всем спасибо. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.